Привет, друзья! Вы смотрите канал Анапа Курорт.Инфо. Меня зовут Максим Грушко. Сегодня в Анапе 3 июля 2019 года. И я сегодня иду по улице Ивана Голубца рядом с парком Ореховой Рощи. Сейчас мы с вами пройдем через парк до пляжа 40 лет Победы. Спустимся на пляж и посмотрим, как там сегодня обстановка. Пойдемте! Вот, захожу через один из входов в парк Ореховая Роща. Здесь, насколько я понимаю, происходят какие-то озеленительные работы. Некоторые розы уже успели цвести, другие цветут по-прежнему. Сейчас в Анапе четвертый час дня. Жары особой нет. Жарковато, но так, умеренно. Смотрите, какие шикарные белые розы. Замечательно! И еще такая тема с запретом купания 1-2 июля в Анапе. Начала распространяться информация по YouTube и так далее. Что типа вот в Анапе категорически запрещают купаться. Хотя вчера мы с вами ходили на центральный пляж и видели, что там формально запрет на купание есть. Фактически все, кто хочет, купаются. И волнение моря там небольшое вчера было. Ну так, я вот так себе понимаю, то что при таком не сильном волнении моря формальный запрет вывешивают, но купаться же все-таки можно. Спасатели продолжают наблюдать за людьми, которые заходят в море, купаются. Но, обращая внимание на такой запрет купания, нужно иметь в виду, что если купание запрещено, то каждый решает уже для себя. Если вы входите в море, когда официальный запрет купания есть, то вы берете ответственность на себя за такой поступок. Ну а когда на море бывает сильный шторм, высота волны бывает выше человеческого роста, тогда уже и спасатели, и работники службы МЧС с мегафонами ходят и категорически запрещают всем заходить в воду. А кто заходит случайно в воду, они тому говорят, чтобы срочно из воды выходили. Буквально вытаскивают за руки, за ноги. Я вот пару случаев таких видел, пару таких штормов. Такие шторма бывают не всегда, относительно редко летом бывают, но все-таки случается. Фонтанчик в центре парка Ореховой рощи. Удобная такая зона отдыха. Детская площадка обновленная. Качели. Указатель. Туалет, в каком направлении находится. В прошлый раз я был в этом парке Ореховая роща 20 дней назад, примерно. И уже знаю, куда указывает указатель, на какой туалет. Указывает указатель на туалет, который находится рядом с территорией парка Ореховой рощи, который в прошлые годы почти не работал. Ну, а в этом году скорее всего он работает чаще. Сейчас в парке Ореховая роща очень комфортная обстановка. можно гулять в тени деревьев по дорожкам. Покажу вам зреющий орешек. Постепенно Орех набирает габариты. Будет зреть до осени. В конце сентября, в октябре поспевают орехи грецкие. А вот еще. Вот здесь, видите, дорожка есть, но дерево так разрослось, что нельзя пройти. А вот здесь можно. Вот еще розы. Парк Ореховая роща славится не только деревьями грецкого ореха, но и розами в большом количестве цветущими. Идем по направлению к набережной. Кто не знает, парк Ореховая роща находится в районе высокого берега. Это район галечных каменистых пляжей. Пляж «40 лет победы» это один из галечных каменистых пляжей курорта Анапа. Но это кто не знает, знаете. Вот такой вот уютный парк. На территории парка отдыха Ореховая роща выгул животных запрещен. А ну вот еще правила. Потом на паузе можете почитать более подробно, кого интересует. Правила поведения на территории парка отдыха Ореховой рощи. Есть даже у этого парка режим работы с 6 до 22 часов без прерыва. Теперь мы с вами знаем почти все об этом парке. Справа это жилой комплекс «Сириус». «Сириус». Сириус. «Сириус». Сириус. Сириус. на Утесов. Мы пойдем направо. Кстати, спуск 40 лет Победы крайний из благоустроенных спусков на территории в черте города Анапа. Следующий спуск под названием 800 ступеней, который находится между Анапой и селом Супсех. Такой неоднозначный, по нему даже в жару спускаться тяжело, не говоря о том, что подниматься по жаре. Лично я по жаре ни разу по спуску 800 ступеней не рисковал подниматься, чего и вам советую. Так что, кто вам будет говорить, что спуск 800 ступеней нормальный, не слушайте его. Этот спуск ненормальный. Подразумевает под собой серьезную физическую подготовку, чтобы благополучно подняться потом после спуска. Вот, кстати, проходим мимо того туалета, на который указывают несколько указателей в парке Орехово роща. Он работает. Стоимость посещения 20 рублей. Отличный здесь воздух на набережной, свежий, морской, с ароматом. Вот этих растущих трав, растений, соцветий. Этот запах морской и цветущей флоры перемешивается. И так приятно. Идешь, реально ощущаешь себя в курортном городе. На удобных лавочках, которые достаточно плотно расположены в этом участке набережного высокого берега, можно по вечерам сидеть, любоваться закатом. Ну или же просто сидеть за приятной беседой. Я смотрю, так как сейчас уже почти четыре часа, люди идут, ну так называемые, на вечерний заход, на вторую смену. Кому как нравится больше, что называть. Вот мы уже рядом со спуском на пляж 40 лет победы. Здесь у нас есть парковка для автомобилей. Как видите, она плотно заставлена транспортом. Среди номеров много неместных автомобилей, я вижу. Здесь возле спуска есть несколько кафе. Также есть еще туалет. Как видите, просто так здесь не проедешь. на личном автотранспорте. Есть и шлагбаум, и столбики заградительные. А так спуск, конечно, удобный. Как я его называю, долгий, но удобный спуск. А вот и море. Присмотритесь внимательно. Возле берега, вероятно, последствия шторма. Возле берега и на берегу бурые водоросли. Это кто считает, что на каменистых пляжах Анапы водоросли не бывает? Вот, смотрите. Оказывается, бывают. Вот, посмотрим поближе немного. Вот так это дело все выглядит. И вот еще обратите внимание на такие белесые разводы. Так вот, не пишите, пожалуйста, в комментариях что-то типа следы канализационных стоков или стоков сочистных сооружений. Конечно же, это не они. И еще сверху наглядно видно то, что обилие водорослей возле берега в воде и на самом берегу не на всей протяженности пляжа 40 лет победы, что, несомненно, к лучшему. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спуск некоторым людям кажется настолько долгим, что вот есть специальный транспорт, который за 35 рублей отвезет вас снизу вверх или сверху вниз. И вот еще одна новость для меня. Вот здесь, на этом месте, была детская площадка. А сейчас... А сейчас все... Что-то здесь такое произошло. И теперь этот участок находится на конкретной реконструкции. Что самое интересное, ничем отдельно не огорожен. Что здесь прошло, может быть, кто-то знает. Странно все это. Ну да, детская площадка здесь, конечно, не новая была. Надеюсь, что возможно здесь сделают детскую площадку получше и покрасивее. Но интуиция мне подсказывает, что такого все-таки не произойдет. А как ваше мнение? Напишите в комментариях. Как вы думаете, что теперь будет на этом месте? И здесь тоже, мне кажется, была какая-то небольшая конструкция. Все зачистили. Интересно. Так мы же до дома еще не пошли. Еще на спуске есть... Одно такое прикольное место. Лавочка со стопроцентным видом на море. Скажите же, круто, да? Лежащая табличка. Осторожно, обрыв. Да, вот так выглядит высокий берег. Так что, если вы в первый раз в эту местность, в этот район пойдете вместе с детьми, с маленькими, будьте внимательны. Чтобы дети от вас далеко не уходили, не убегали. Чтобы они сначала поняли, что здесь вот так резко прерывается ровная поверхность и наступает скалистая местность. Вот на этом участке пляжа людей уже побольше. Этот участок пляжа уже поближе к спуску. И водорослей возле берега плотно, по крайней мере, не видно. Так слегка на некоторых участках. В прошлый раз, 20 дней назад, я выяснял, что здесь на пляже есть кабинки для переодевания. Вот, кстати, вон она виднеется, одна из нескольких кабинок. И даже биотуалет я видел, но тогда он был заперт. И так же, если вы уже спустились по такому долгому спуску и вдруг вспомнили, что вы забыли надувной круг, то торговые точки готовы прийти к вам на выручку, продать вам, наверное, по сходной цене круг или, допустим, летний головной убор, защищающий от прямых солнечных лучей. Главное, чтобы вы деньги не забыли, считают и торговые точки. Твой сайт по верхней мере. Так, друзья,llor Annette. Твой сайт поешь. По моему мнению, кстати, классный пляжик, это 40 лет победы. Я знаю, что многим людям, которые приезжают на отдых в Анапу, галечно-каменистые пляжи не нравятся, но я, как человек привыкший, купался с детства именно примерно на таких пляжах. Мне эти пляжи кажутся, галечно-каменистые пляжи Анапы, кажутся вполне удобными, комфортными и достаточно спокойными, в отличие от центрального пляжа Анапы. Насыщенный морской аромат ощущается непосредственно, когда идешь вдоль кромки воды по берегу пляжа. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, сегодня на пляж 40 лет победы достаточно людно. Да, для галечно-каменистого пляжа в районе высокого берега это считается уже достаточно людно. Я так полагаю, что еще ближе к вечеру, сейчас уже начало пятого, еще ближе к вечеру придет еще больше людей сюда саграть и купаться. Температура воздуха сегодня в Анапе. в пятом часу дня в районе пляжа 40 лет победы около плюс 31 градуса. И вот обратите внимание на вот эти грязноватые скопления. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это скопление медуз, которое принесено сюда почти к берегу, непосредственно к берегу прибоем. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, чтобы меньше прибой ощущался, можно сделать вот такое заграждение. Целый разный волнорез из камней и охлаждаться спокойствием такой мини-бухточки, микробухточки. Вот, кстати, еще одна кабинка для переодевания. А вот люди спускаются по мало кому известному спуску неблагоустроенному высокого берега. Но я рекомендую все-таки таким спуском не пользоваться, а входить и спускаться по благоустроенному спуску. Я считаю, что это вполне разумно и адекватно. При заходе в воду, даже при таком небольшом прибое, нужно быть очень внимательными. Заходите аккуратно. Температура морской воды возле берега около плюс 25 градусов. Ну а что, друзья, вот мы с вами посмотрели, какая погода сегодня в Анапе 3 июля 2019 года. Как видите, у гаечных каменистых пляжей Анапы есть и свои проблемы с чистотой морской воды возле берега. Это ископление бурых водорослей, ископление приплывших с прибоем медуз. Так что имейте это в виду, если вы захотите прийти на гаечный пляж. Особенно те из вас, кто не знают особенностей гаечных каменстых пляжей Анапы, хочу дать один хороший совет, практичный, по безопасности захода в море. Не наступайте на большие камни резко, потому что они могут быть скользкими. Чтобы не поскользнуться, выбирайте камешки помельче при заходе и приносите вес тела не резко, а плавно. Ну и конечно же, ставьте лайки этому видео, пишите ваши комментарии. Делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственными друзьями. Подписывайтесь на канал «Напа курортный фок» точно не подписан, на нашем канале много интересного. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. Желаю вам улыбаться почаще, ведь от улыбки укращие вас люди становятся добрее. С вами был Максим Дружко, до новых встреч из Анапы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok